Бессовестно ты! Что там натворила? Я женщина! Не хватило силы! Молодец! Молодец! Всем привет! Обратили много внимания! Какой ногой опять поднимать? АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, как я сижу-то! Давай я с тобой поговорю! Это мучки сел! Ты следи за собой-то! Да, надо следить! А то уселся! Женщины быть, знаешь, как тяжело! Да вы же помнили! Ну вот видите, только одна шестерка за технику! Видимо, сказалась небольшая ошибка, которую Марат допустил, выполняя поддержку! Но вторая оценка шикарна! Одни шестерки! Сумма у них 11,9! Это чуть меньше, чем у двух лидирующих пар! Но все равно результат близкий к максимальному! Молодцы! Татьяна Анатольевна, скажите, пожалуйста, пару комментариев! Прекрасно! Даже невозможно было понять, что под эту музыку и под этот... можно сделать такой... такой потрясающий номер! Я вас поздравляю! И то, что... и то, что ты выкрутился в конце! Ты большой молодец! Ты упал, но вроде так и было! Ну, жалко, конечно! Испортил себе! Да, плохо сделал поддержку! Так задумано было! Ну, нам не надо рассказывать, что было задумано! Мы тоже кое-что тут соображаем! Я хотел бы, чтобы каждый судья сказал пару слов про этот... Изумительный, смешной дуэт! Спасибо! Потрясающе! Каждый выход этой пары, да, когда я еще у телевизоров смотрел, они всегда что-то показывают новое, интересное. Вот сейчас они вышли, посмотрите, они захватили всю аудиторию, и судьи тоже. И поэтому мы просто получили колоссальную удовольствие от вашего выступления. Так, держать! Мне кажется, что было действительно показано такое замечательное катание, были замечательные шаги, они были синхронные, они делали это вместе. И вот это одно было движение, я вспомнила, как Таня делает это с Ромой во время кармен, когда вот так крутится. Это так замечательно, и у них прям получилось сегодня тоже здорово это. Придумки, но ничего с карменом не делали. Идем Николаевич! Вы знаете, я вот так думаю, что Татьяна с любым партнёром вот будет получать такие максимальные оценки, потому что она действительно настолько артистична, настолько выразительна, что просто трудно придумать что-либо другое. И учитывая то, что заканчивается вечер сегодняшний, это последняя пара выступала, я что хочу сказать, вы знаете, я получил, ну настолько большое удовольствие сегодня, увидел столько интересных программ, столько оригинальных элементов, вы обогатили и обогащаете фигурное катание. Спасибо вам. А я продолжу истории о закулисной жизни наших конкурсантов. Наверное, никто из вас не знает, что Марат Башаров всё время проводит на коньках. Я его вчера в театре видела, и он был на коньках. И, по слухам, музыкальный театр имени Немировича Данченко на улице Большая Дмитровка. И, по слухам, даже приехал за рулём, вёл машину на коньках. Не знаю, вот это я не видела, но так говорили в театре. И он на сцену вышел на коньках. Поэтому я думаю, что, конечно, Татьяна, возможно, и с другими партнёрами будет получать такие баллы, но всё-таки с Маратом она будет их точно получать, потому что человек, который и в обычной жизни ходит на коньках, и за такую волю к победе, которая у него есть, я ему сегодня, несмотря на то, что всё-таки он хотел упасть, но не упал, выставила два раза 6-0. Молодец. Спасибо большое. Спасибо. Татьяна, Марат, юмор вам удаётся бесспорно. Тогда мы от вас дождёмся лирического танца. Почему вы так избегаете этой темы? Вот как раз на следующей программе мы готовим уже совершенно другой образ. Но, если честно, мы хотели сегодня вот в этой программе показать что-то такое трагедийное, любовь. Но нам при казном порядке просто сказали, что все пары будут катать медленно номера, и выбор полнонос. И мы решили выделиться на общем фоне. Что происходит в вашем дуэте с заказом? До нас доходит тревожное слово, что Татьяна спрятала пряник и достала кнуть. У нас происходит очень много интересного. Происходит всё на самом деле. И любовь, и драки, и такая... В общем, мы вам не скажем. Ну, на самом деле у нас сейчас ведётся односторонний огонь в мою сторону, со стороны Тани. Но этот огонь я обожаю, его очень люблю, потому что иначе со мной справиться никак. А по поводу, вот Катя сказала, по поводу коньков, по поводу машины. На самом деле это было так, это была правда. Я ехал в коньках, и я думал, что очень нужно, чтобы меня остановил сотрудник ГИБДД. И я специально нарушил. Когда я вышел из машины в коньках, он не удивился, он сказал, а, звёзды на льду. Марат, вы слышали, что вы будете выступать в предстоящем ледовом шоу в Екатеринбурге. В каком образе вы выступите перед зрителями? Вы знаете, да, на самом деле Илья Вербух и вся команда Ледовой симфонии пригласила меня поучаствовать в ледовом шоу. Меня и Катю Гусеву. Мы, конечно, с радостью согласились, тем более, что это будет премьера, это будет первый раз в моей жизни, что на большом катке со звёздами перед зрителями в моём любимейшем городе в Екатеринбурге я буду кататься с моей любимой партнёршей Станиной Навкой. А вы бы не хотели попробовать себя вместе с Екатериной Гусевой? Мне кажется, тоже интересная пара получилась бы. Ну, мы вот уже, если вы видели в профайле, мы уже пробовали с Катей Гусевой. Но я думаю, что нас возьмут с этим номером либо в цирк, либо в Театр Теней. Может быть, откроете новое шоу? Да, шоу будет называться «Коряги». Ну, не так. Это, наверное, громко очень. Я надеюсь, что у вас получится гораздо лучше. Я вас поздравляю. У вас был прекрасный номер и будем ждать вашего лирического номера. Удачи!